Всем привет, это Дачный ответ, я Илья Западенец. У нас сегодня не совсем обычная переделка. Во-первых, мы будем создавать полноценную квартиру-студию в мансарде. Во-вторых, мансарда это находится над гаражом. И в-третьих, так получилось, что там будет жить пожилая пара. И наша цель окружить их удобствами и комфортом, чтобы all-inclusive в одном помещении. Давай, 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 давай. На кардинальные перемены в жизни Светлана Ивановна и Николай Александрович Осменины решились не раздумывая. Уехали из города поближе к дочке Нине, чтобы помогать с воспитанием внуков Ники и Миши. Для нас вопрос этот, менять жизнь, не стоит так остро, потому что для нас главная движуха. Мало того, что мы всегда легки на подъем, но мы ничего здесь не теряем. Мы знаем, что для нас везде есть дом. А дочь? Дочь это святое. Для нее мы и живем. Нина вместе с мужем и детьми живет в доме свекрови. Все вместе решили. Участок большой, есть еще одно строение, места хватит и для родителей. Николай Александрович первым делом освоил мангал-паровоз. Любимое блюдо – курица на гриле. С птицеводством связана большая часть его жизни. И он, и Светлана Ивановна 25 лет занимались производством оборудования для разведения кур. Сидели в одном кабинете. На момент знакомства оба были в браке, но те отношения не сложились. И после разводов коллеги стали мужем и женой. В этом году отмечают золотую свадьбу. Мы знали о друг друге все. Нужно было расти детей, которые остались у каждого. У меня сыну было семь лет. Восемь лет, а семь лет. Ну, со временем у нас еще двое появилось. Восемь как бы внуков. Из них семь внуков, а одна правнучка, конечно. Восемь. Ну и того внуков. Аню-то не считаешь? Все, да, я восемь внуков. В начале нулевых Светлана Ивановна снова резко изменила жизнь. Ушла с завода и 17 лет проработала заместителем директора Центра детского творчества. Новое дело ей, как опытной многодетной маме, далось легко. Она и компьютер освоила, чтобы находить в сети свежие идеи для занятий. Ну, это пришлось, потому что придя в образовании, у нас уже все должно быть компьютеризировано. И в конце концов, конечно, я сейчас без компьютера не представляю. Встаешь, смотришь все новости, всегда в центре всех событий в мире. Должно быть движение души, ума и рук, естественно. Надо... Съемки в «Дачном ответе» еще одно приключение решили Асьминины и написали заявку на участие в программе. Они написали «Мы приехали». Здравствуйте! Здравствуйте, Дима! Здравствуйте, Светлана Ивановна! Светлана Ивановна! Здравствуйте, Николай Александрович! Как вы живете? Лучше всех! У вас так красиво здесь, так просторно! Это наш жилой дом, построен 20 лет назад. Ну, слушайте, свежий такой. Хорошо сохранился. А это тоже дом, который изначально использовался как гаражное помещение, но там наверху жилая мансарда. Как раз вы там живете, да? Под этой крышей, как Карлсон. Да. Почему пришлось приехать именно в мансарду? Во время пандемии в 20-м году, если помните, то тогда были большие ограничения в движениях, и родители у меня, получается, остались в квартире. А мы вообще привыкли уже как в весна. Все вместе. Все вместе, да. И это помещение было задумано, что мы отдадим родителям, чтобы они находились с нами. То есть, как говорится, этот дом уже был забит. Там, да, к сожалению, все спальни заняты. Семья-то большая. Живет бабушка, прабабушка, муж с женой, двое детей. И мы поближе к дочери, и поближе к внукам. Были очень рады даже тому, что там есть. Ну, конечно, туалет на улице. Или бегать сюда. Да, это очень сложно. И санузел, получается, движение. Хотелось бы, чтобы мы сами себя хоть чуть-чуть обслуживали. Понятно. Ну, пойдемте посмотрим, что у вас там. Пойдемте, пожалуйста. Здесь сердце дома. Ну, и этого тоже. Потому что здесь отопление, водоснабжение. Так что, если... Они тоже от меня зависят. Я могу перекрыть. Кран закрыл, и все. Я понял. Хорошо. И лестница у вас такая добротная, да, новая. Да, эту лестницу мы сделали не так давно. Как раз для того, чтобы было удобно подниматься наверх. Второй этаж для пожилых хорош. Потому что мы сверху видим все, что там творится. Да и тепло тоже. Но удобств там пока нет. Нет. Пойдемте посмотрим. Там нет ничего. Как здесь просторно, а? Так много места. Чувствуешь себя здесь? Хозяином. Хозяином. Да, воздуха здесь много. Воздуха здесь много, а комфорта и удобства пока немного. Нормально. Нет. Ну, зато как будто мы в какой-то антикварной лавке с вами находимся. Это чье? Ну, это же дача. Все собиралось, ничего не выбрасывалось. Все хранилось. Утюгов. Коллекция утюгов. Светлана Ивановна, вы любите гладить или это просто здесь, сейчас? Знаете, это чтобы внуки знали, что это было в нашей жизни. Пусть смотрят. Давайте посмотрим, что уже есть. Есть скромная такая гостиная зона? Есть кабинет? Есть кабинет, да. Да, это моя зона. Ваша территория? Да, это моя территория. Я всегда была занята, а когда сейчас на ТНС... Появилось время? Это для меня отдушина. Я могу то, что мне нравится. Я смотрю новые рисунки, какие-то могут дети делать. Очень важно. Спальня. Очень скромно. Что есть, то есть, но хотелось бы, конечно, нам отдельные два места спальни. Ой, ой, с высокой посадкой. Тут низковато так. Это очень низко. Для меня невозможно. Давайте вот... Раздельные спальные места с личной зоной комфорта, да, и повыше. Да, по-моему, обычный стандартный. 47 сантиметров. Вы уже мечтали о том, что вообще может быть здесь у вас? Вагонка желтый цвет надоед. А хотелось бы светлых тонн. Может быть, с розовым оттенком, а может быть, с салатовым. Но никакого яркого такого кислотного цвета, не дай бог. А мы столько кислотной краски заказали уже. Не дай бог. Разведете дело. Николай Александрович, вы согласны с супругой? Ну да. Только я так понимаю, если здесь что-то нагородить, то будет темно. Поэтому нужно что-то со светом сделать. То ли окна так, то ли эти так, в пол. Я смотрю, у вас есть дизайнерские задатки. Если бы я был в вашем возрасте, то точно я бы потихоньку сделал. Хорошо. А теперь я вас провожаю и уже увидимся на финале. Спасибо. Все, вперед. Максим, большое пространство. Мансарда и высокая, и широкая, и длинная. Что мы будем делать с этим помещением? Илья, большое пространство – это скорее хорошо, чем плохо. Поэтому нам здесь не составит труда разместить все, что хотели наши герои. Мы даже задействуем около двух третей этого помещения, а остальное оставим для их дальнейших фантазий. Мы строим стену. Да, мы строим стену примерно вот здесь. И у нас образовываются практически такие большие апартаменты. Вот эту трапециевную форму мы уберем, мы сделаем ее островерхой. То есть мы возвращаем форму пирамиды этому дому. Да, она более чистая, на мой взгляд. Здорово. Здесь будет кухня. Да, в этой части будет небольшая кухня с обеденной зоной. В той части будет зона кабинета, которая будет отделена от кухни шкафом. А здесь мы добавим еще мансардные окна. Где у нас находятся окна? У нас, получается, пять мансардных окон. Одно в кухне, одно в кабинете, два около спальных мест и пятое в санузле. Санузел будет за кухней, получается? Да, он будет за кухней, он уже будет ближе к лестнице. Там спальня? Там будет два спальных места, разнесенные по сторонам, чтобы могли бы с комфортом отдохнуть, друг друга не беспокоя. А по центру будет находиться большой диван, трех-четырехместный, где можно посидеть, посмотреть телевизор, позвать детей, внуков. Ну, давай место встречи. Здесь еще второй этаж какой-то запланирован. Да, это небольшой второй уровень, будет как раз над зоной кухни. Да, абсолютно верно, вот здесь. Это нам позволит туда встроить освещение и слегка разбавить высоту потолка, который еще и увеличится. Я не знаю, куда нашим героям вообще после переделки нужно будет выходить из этого помещения, но я надеюсь... Ну, разве что подышать свежим воздухом. Это обязательно. Мы начинаем переделку? Да. Смотрите далее в «Дачном ответе». Мы фактически выстроим отдельную квартиру с санузлом, кухней и кабинетом. Продемонстрируем детали, которые избавляют от забот. Он ее довольно-таки крепко держит, и вот эти швы не будут расходиться. Здесь вот тоже интересный экземпляр. И высадим рассаду. Уже пора. Да, есть небольшой секрет. А заодно проверим, как поживает космическая капсула, которую мы выстроили 6 лет назад. О, какая красота! Дачный ответ начинает переделку. В той части мансарды, где будем работать, сняли обшивку и открыли стропильную систему. Добавим 5 новых источников света. Мансардные окна в сосновых рамах, утепленные, с защитой от протечек. Створки поворотные. Внутрь двухкамерного стеклопакета закачан аргон для снижения теплопотерь. Деревянные балки обрабатываем огнебиозащитой. Состав от пламени убережет, а также от плесени и гниения. С распылителем справились быстро. Из соснового бруса выстраиваем каркас санузла, кухонной зоны и чердачка над ней. Окно в торце сделаем больше. Опускаем проем в пол. Новый профиль пятикамерный, рассчитан в том числе и на суровые морозы. Сверху глухая фрамуга, снизу две распашные створки. Стекла с энергосберегающим напылением, фурнитура немецкая. Из бойлерной провели трубы отопления. Они из сшитого полиэтилена. Расширяем верхушку, вставляем фитинг и соединяем при помощи натяжной гильзы. Такой метод монтажа называется запрессовка и занимает всего минуту. Разводка в санузле уже готова. На очереди электропроводка. Кабель из Смоленска отвечает всем нормам безопасности и экологичности. Мембрану гидроветрозащиты пристреливаем к стропилам. Между балками закладываем легкие плиты минеральной ваты. Закрываем пароизоляцией. Теперь утепленные скаты и стены. Их сейчас обошьем сверхпрочными кнауф-суперлистами из гипсоволокна. Они не боятся перепадов температуры. Замешиваем гипсовую универсальную шпаклевку и заделываем стыки. После армируем перфорированной лентой. На обшивку санузла идет стандартный влагостойкий гипсокартон. Листы легко подрезаются под нужный размер. Второй слой для большей прочности. Инсталляция шириной 40 см идеально вписалась в наш небольшой санузел. Скоро установим унитаз. Все стены и скаты сначала тщательно покрываем грунтовкой глубокого проникновения, а потом готовим к покраске с помощью гипсовой шпаклевки. Пол защитим от синевы, плесени и гниения. Нам в помощь устойчивая к вымыванию пропитка Сенеж Био. Сосновую вагонку выбеливаем тонирующим препаратом на водной основе. Он без запаха, нетоксичный, содержит воск. Зашпаклеванные стены покрываем моющейся краской с добавками от плесени и грибка. Для монтажа вагонки воспользуемся скрытыми крепежами дуэт-фасад. Они фиксируются к тыльной стороне плашки и к стене. Не найдете ни одного самореза на виду, потому что вот с помощью такого композитного материала установлено к стене. Его основная задача не давать этой доске рассыхаться. То есть когда вот она вставлена в паз, то за счет своей пластичности он ее довольно-таки крепко держит, и вот эти швы не будут расходиться. Ну, если только самую малость. Класс. Ну, эстетический вид дерева позволяет сохранить без разных вот этих железных стены. Ну, конечно, да, отсутствие там саморезов и прочих крепежей. Максим, ну и у нас и так было большое помещение, но мы сделали его еще выше. Высота порядка метров, наверное, пяти с половиной. Вау. Плюс еще удалось сделать такие декоративные балки. Они выполняют и несущую роль, и смотрятся неплохо. И на них в дальнейшем появится подсветка. Ну, и кроме белого цвета, здесь еще и много белого естественного света. Да, мы увеличили хозяйское окно, и плюс еще, конечно, пять мансардных окон. Да. Раз, два, три, четыре мы видим, и пятое в санузле. Отдельное спасибо за то, что они на уровне нашего роста. Да, замечательно, что можно в них выглянуть, посмотреть на участок, на окрестности. Окна теплые, это сосна. Открывается очень все плавно и удобно, никаких усилий прикладывать не нужно. Два режима микропроветривания. В хорошую летнюю погоду замечательно будет их открыть. К сроке мы еще вернемся, а пока спешим напомнить, что настоящий дачный сезон начинается именно сейчас, в феврале. Пора заняться рассадой. Мы едем к героине одной из наших прошлых программ. Вот какой урожай она каждый год собирает. Надеемся узнать много секретных хитростей и приемов, а заодно проверим наш интерьер. Приделывали мы санузел, и это был просто космос. Ох, какая красота! Превратить санузел в космическую капсулу 6 лет назад придумали архитектор Алексей Разоренов и дизайнер Иннокентий Никич-Кривичевский. До вмешательства дачного ответа поход в ванную для семьи Крюченко был опасен, как полет в неизведанные галактики. Скользкая плитка, острые углы, неработающая сантехника. Септик построен давно, и если мы нальем полную ванну, и нужно будет этой воде куда-то уходить, и мы видим, как она пребывает в огороде. Как же вы тут живете-то? Тяжело, живем уже. Ничего, ладно, все исправлено. Команда дачного ответа заменила канализационный анахронизм современной надежной системой. В самом санузле мы скруглили все углы, заполнили его умными устройствами. Тут появились сенсорный смеситель, ванна с гидромассажем и подсветкой, окно, меняющее прозрачность, телевизор за зеркалом, а главным акцентом стал лайтбокс с изображением солнечной системы. Это просто потрясающе. Да, это удивительная совершенно картина, да. Шесть лет по космическим меркам срок ничтожный, а по человеческим довольно приличный. Вы не изменились вообще, не кафельке. А Даша выросла, она совсем маленькая же была, вот я помню, на руках. Ей было три года. Подросла. Подросла, да. Значительно. Заметно. Я так понимаю, кот у вас на руках не просто так. Да, это наш новый кот, его зовут Маркус, и он, кстати, очень полюбил это помещение. Мне кажется, он уже очень хочет, уже зайдем поскорее. Давайте его первого запустим, Маркус. Давай. Он здесь умывается у нас каждое утро, играет с водичкой. А, то есть он просто получается лапой, да, включает вот автоматически. Здесь же сенсор, он включает лапкой, он понял, как включается вода и очень любит с ней играть. Потрясающе. Унитаз по-прежнему приветствует каждого подходящего поднятием крышки. Форсунки душа дают струи нужной мощности. Телевизор за зеркалом работает без сбоев. Были моменты, когда он нас очень выручал. Когда у нас здесь наступали сильные морозы и здесь теплый пол. Мы грелись на этих теплых полах, включали себе музыку, танцевали, грелись, смотрели телевизор. Космический интерьер открыл портал в новую жизнь. Наталья сделала ремонт во всем доме, оттолкнувшись от света двери в санузел. Мы постелили светлый пол, сделали светлую стену, причем покрасили просто на... Поверх вагонки, да, просто... Да, поверх старой вагонки покрасили... Высокоукрывистая, наверное, краска. Да, хотя мне некоторые говорили, что не получится по старой вагонке, покрытой лаком, просто закрасить без шлифовки, без грунтовки. Но все прекрасно получилось. Я так понимаю, что камин бутафорский? Это кинокамин. Он выглядит как огромный кусок мрамора, но он расписан живописцами Масфильма вручную, с декорацией с моей прежней работы. Профессия у Натальи интересная. Она подбирает реквизит для съемок фильмов. А вот интересная вещь, смотрите, какая. И мы сейчас, как в настоящем кино, введем в сюжет нового героя. Это Дмитрий Ефремов, специалист по уходу за растениями. Кульминационная сцена пройдет в теплой бойлерной. Именно здесь Наталья выращивает рассаду. Да, я посмотрел, у Натальи такие большие уже саженцы рассады. Но я считаю, что залог успеха – это хороший качественный грунт. Согласна со мной, Наталья? Согласна с вами, конечно. У нас достаточно хороший грунт. В него добавлен перлит, торф. Но, в общем, самое главное, чтобы он был рыхлый, воздухопроницаемый и удерживал в себе влагу. Я знаю один компонент, который должен дополнить этот прекрасный компонент. Он прежде всего должен быть питательный. А это как раз нам позволит сделать и вот этот вот ионитный субстрат. Но я так понимаю, что это вот именно не удобрение? Нет, это не удобрение. Это полноценная питательная среда. В каждой гранулке этого субстрата содержатся все макро- и микроэлементы, которые необходимы для полноценного, а самое главное, сбалансированного развития. Здесь нет ни ускорителей роста, ни фитогормонов, ни какой химии, которой мы боимся. Можно добавить рекомендуемые 30 грамм на литр. Но если мы даже забыли, что мы уже насыпали, отвлеклись и добавили еще больше, передозировка исключена. Больше всего впечатлило, что вы просто берете и так в голую руку насыпаете. Конечно. Он экологично безопасен. Это вообще природный минерал. Я не первый год его использую, поэтому это абсолютно безопасно для кожи, для рук. У Натальи вообще отличная рассада, но я привез гибрид, которого, я думаю, у вас нет. Крупноплодный желтый томатик. Я буду выращивать их с удовольствием. Я знаю, у Натальи есть какой-то секрет, как она, ну, собственно, секрет посадки как раз томатов. Да, есть небольшой секрет. Я проливаю кипятком. Что вы проливаете? Я проливаю кипятком грунт при посадке семян. Это позволяет защитить от грибковых заболеваний грунт, и дальше растение развивается, как бы это ни казалось странным, но очень крепким, сильным. Ну, кстати, очень хорошая идея, потому что мы зачастую не знаем, что в грунте есть, есть ли там грибковые заболевания, какие-то инфекции. И все равно термическая обработка позволяет сократить шанс их дальнейшего развития. Я сделал маленькие луночки, глубиной приблизительно сантиметр. И теперь вы можете опустить сюда семечки, а и останется полить водой. Через недельки-полторы у нас будут уже такие хорошие, уверенные всходы. Отлично. Теперь останется накрыть пленочкой и ждать появления первых всходов. Но еще нам периодически потребуется проветривать, потому что на пленке будет образовываться конденсат, чтобы семена не запаривались. То есть иногда мы просто должны открывать это все и проветривать. Теперь приглашайте, когда у вас будет урожай. Спасибо. Посмотрим, что из этого выйдет. Так, в тепленькое местечко. Настало время пересадить уже рассаду томатов в более комфортабельные условия. К каждому томату по отдельной квартире. Давайте я вам сейчас покажу еще маленькие нюансы, которые позволят быстрее адаптироваться к томату. Нам нужно корневую систему чуть-чуть опудрить, фактически посолить сверху. Марина, насыпайте сюда чуть-чуть циона. Все элементы питания будут очень близко к корневой системе, и поэтому она сразу начнет активно развиваться. И стресс от пересадки будет минимальным. Да, только нам не нужно сильно втирать туда, чтобы не повредить корешочки. Небольшая травматизация корня возможна. Если у вас рассада переросла, немножечко травмировать корень, тогда чуть-чуть замедляется рост. Если, допустим, на улице холодная погода, и вы не можете высадить грунт в открытый или в теплицу, можно таким образом сдержать немножко рост. Очень оригинальное решение, чтобы притормозить его. В этой смеси, которую мы сделали за одну минуту, в 60 раз больше элементов питания, чем в обычном классическом черноземе. При применении агидного субстрата абсолютно не важно, что находится вокруг корней. Это может быть песок, это может быть торф, это может быть грунт. Это очень интересно, между прочим. Грунт, который мы взяли у себя с огорода. Его химическое составляющие не важна, потому что элементы питания мы туда добавляем. Исключительно только будет беспокоить бактериальная среда. Но, как мы уже знаем, мы от нее можем избавиться. Мы можем побороть ее легко. Кипятком. Нужно ли еще что-то в дальнейшем удобрять чем-то? Нет. Это экономит время. Замечательно. Один раз добавили, и в принципе не забыли. Потому что один раз добавили, и дальше уже, да, мы ждем просто пересадку в грунт. Ну, я предлагаю продолжить все-таки. Ну что, не бросать же дело на середине. У нас здесь такая рассада шикарная. Перчик. Добавим немножко перчика, да, сегодняшний. Добавим перчинки. Перчинки. Наталья, Дмитрий и наш редактор Марина остаются заканчивать пересадку, а мы возвращаемся к переделке. Все двери будут невидимками. Скрытые короба из цельнолитого алюминия. Такие не поведет со временем. Полотна в сверхпрочной эмали монтируются вровень со стеной на итальянские петли. Лаконичные ручки Ирис тоже из Италии. Дверь в санузел поуже, шириной 60 сантиметров, чтобы сэкономить пространство. Доски покрываем однокомпонентным полиуретановым клеем, стойким к перепадам температуры. Сверху укладываем влагостойкие Невские ДСП. Каждую плиту дополнительно фиксируем саморезами. Черновой пол готов. Углы в душевой гидроизолируем полимерной мастикой на латексной основе и проклеиваем водонепроницаемой лентой. Стены тоже защищаем мастикой цвета лазури. Раскатываем нагревательный мат. Прямо на него наносим усиленный плиточный клей и разравниваем зубчатой гладилкой. Керамогранит стейт крупноформатный, устойчив к сколам и царапинам. Поверхность матовая и немного шероховатая, поэтому не скользкая. Душевую облицуем плиткой того же производителя. Рисунок имитирует инкрустацию из множества пластин разного цвета. Изображение нанесено методом высокоточной цифровой печати. Получилось объемное полотно. В основном помещении пол застилаем влагостойким ламинатом. Решение практичное. Такое может сутки удерживать воду без протекания. Тем временем прямым рейсом Кимры-Москва прибыли три радиатора солов. Монтируем их у высокого окна и на стене под скатом. Если ты помнишь, у нас раньше это была просто крыша, а теперь мы сделали стеночку на метр двадцать, что нам легко позволило провести все коммуникации, в частности, там, отопление. И плюс еще это удобно для расстановки мебели. Там коммуникация, и здесь уже красивый радиатор. Ой, какой он теплый, класс. Еще, кстати, мы же провели сюда водоснабжение и канализацию для будущей кухни и для санузла. Здесь у нас теплый пол подведен. Там лежит керамогранит, и чтобы он, так сказать, не был холодным. У нас на полу керамогранит такой крупной формы. И в зоне душевой кабины керамогранит мелкой такой, плиточки красивой. Легко моется, так сказать, крепкий. И пол здесь у нас достаточно функциональный. За ним легко ухаживать. Да, это ламинат. Серый ламинат. И все-таки двери-то у нас появились, стоит о них сказать. Ну, они в алюминиевом коробе. Такие же ручки, замки. Очень удобные, функциональные. Две двери, одна в санузел, другая входная. Двери мы скрыли, а окно большое мы выделили цветом. Окно здесь является, пожалуй, неким центром композиции. Оно создает симметрию. Удалось его сделать таким цветом серого дерева. Ну и открывается оно очень тоже просто, удобно. Ну да, у него хорошая шумоизоляция. Поскольку здесь выходят на дорогу, это тоже немаловажно. Окно бесштульповое, и там нет ограждения. Я думаю, на свое усмотрение герои уже выберут. Ну да, мы оставим этот момент на фантазию наших героев, поскольку здесь можно сделать и стеклянное ограждение, и какое-то кованое металлическое. Это уже что им больше понравится. Ну и стоит отметить, что это окно очень теплое. Ну да, дуть не будет. Дуть точно не будет. Пора обустроить кухню. Корпуса шкафов из Сыктывкарской ЛДСП. Торцы надежно защищают от влаги ПВХ-кромка. Для столешницы и фартука выбрали искусственный камень акрилика. Ящики полного выдвижения на доводчиках. Фасады из МДФ в матовой эмали. Смеситель с гибким изливом и аэратором. Мойка монолитная, проста в уборке. Под ней устанавливаем систему глубокой очистки воды с мощной антибактериальной защитой. Модули следует менять не реже раза в год. Инструменты для этого не понадобятся, процесс займет не больше минуты. Рамки розеток и выключателей с эффектом вертикальной шлифовки. Клавиши сенсорные. Осветят это пространство во встроенные в потолок споты и трековые светильники на магнитном шинопроводе. Конечно, снабдим кухню полным набором бытовой техники. Холодильник с морозильной камерой вскоре спрячется за фасадом. Микроволновая печь с грилем. Не забыли и про вместительную посудомоечную машину. После горячего ополаскивания дверь посудомойки приоткрывается, чтобы ускорить сушку. Варочная панель индукционная. Над ней мощная вытяжка. Максим, мне этот кухонный отсек напоминает то ли космический корабль, то ли камбус на корабле, который плывет по морям. Действительно, кухня находится как бы в своем закутке. То есть здесь приятно и готовить. Окно мансардное тоже хорошо освещает раковину. Все функционально. И даже вот маленькие дверки и те открываются. Каждый сантиметр, Максим. Ничего здесь впустую не оставили. Этот гарнитур нам сделали в подмосковном Щелково. Да, все очень правильно сделано. Здесь у нас месье-холодильник. Да, встроенный холодильник. Внизу морозилка. Все удобно. Места очень много для хранения разнообразных. Любая посуда влезет. Здесь выдвижные ящики. Все очень плавно открывается и закрывается. Вскрытые ручки удобно брать. Вся бытовая техника у нас от компании Хайр. А это холодильник, микроволновая печь, стиральная машина, которая появится в санузле. И посудомоечная машина. На 13 комплектов посуды вместительная, да, и варочная панель. На две конфорки. Мы здесь на 4 решили не ставить. Мне кажется, двух конфорок вполне достаточно. Мойка смотрится брутально. Она из пищевой стали и покрыта оксидом металла. Это защищает от загрязнений, от химических воздействий. И красиво смотрится на столешнице из искусственного камня. Фартук сделан тоже из этого материала. То есть удобно мыть. Мы нашим героям установили систему глубокой очистки воды Аквафор Эко-Про. Отчистит воду от токсичных примесей, ржавчины, хлора и бактерий. Раз. Налил. И мне нравится, что это смеситель, где излив гнется во все стороны. Да, удобно помыть фрукты или что-нибудь еще. Класс. Здорово. Вытяжка тоже у нас подстроилась под размеры этого помещения. В дальнейшем здесь еще появится подсветка. Ну вообще, с освещением здесь все хорошо. Мне нравятся направляющие, как светильники расположились, споты, которые... Ну это вот как раз потолок второго уровня. Он для этого, собственно, и был запроектирован. Дачный ответ продолжает создавать комфортабельные апартаменты на мансардном этаже. Сейчас закончим работу в пятиметровом санузле. Подвесной безободковый унитаз из санфарфора. Клавиша смыва стеклянная. Ультратонкое сиденье из дюропласта с антибактериальным компонентом. Поддон с антискользящим покрытием. Стекло перегородки прочное, закаленное. Вся фурнитура стальная. Душевая система не боится коррозии. Прослужит долго. Лейки две. Одна стационарная с эффектом тропического дождя. Вторая на гибком шланге с силиконовыми форсунками. Тумбу подобрали с уже интегрированной в столешницу раковиной и смесителем. Удобно, когда все идет в комплекте. Даже ниша для полноценной стиралки имеется. Машина с функцией автостоп. Потопа можно не бояться. А двухслойные виброопоры будут гасить вибрацию барабана. Вудяной полотенцесушитель Богема с 10-летней гарантией. Площадь позволила здесь все разместить. Класс. Душевой уголок симпатичный. Интересный механизм здесь. Да, качественный. Широкая дверь. Кабина 90 на 90. То есть для крупного даже человека это абсолютно эргономичный размер. И не очень высокий порог. То есть удалось так развести канализацию, что вполне удобно пользоваться. Ну и душ. Смеситель с термостатом. Термостат в загородном доме это вещь нужная, поскольку он удобно регулирует температуру. Если там газовый котел может быть нестабильно как-то греет, то здесь все будет очень даже тоже комфортно. Здесь вот тоже интересный экземпляр. Это полотенцесушитель с возможностью вешать на него дополнительные крючки. Этих крючков можно поставить несколько. И гораздо удобнее сушить полотенце, чем запихивать его сюда вообще. Да, да, да. Ну и как установлено здесь аккуратно по стене тумба. Удобно, что цельная столешница, на которую можно много чего поставить. И под нее спокойно встает стиральная машина. Тут же есть функция освежить. Она даже подсвечена голубым цветом. Можно быстро закинуть, не знаю, рубашку. Освежить ее, вытащить. Она будет без складок и вкусно пахнуть. Ну да, а рядом находятся ящики для хранения, где тоже в ванной это всегда необходимо. Да, бытовые принадлежности, ванны, ванны принадлежности, все под рукой. Ну и парящий трон. Он здесь. Ну он с микролифтом, с инсталляцией, с экономичной кнопкой. Смыв достаточно тихий, лишние шумы мешать не будут никому. В игру вступает диодная лента. Подчеркнула высоту крыши и прошла тонкой яркой линией над рабочей поверхностью. Еще два источника света – люстры с поворотными спотами. Рекуператор всего за час полностью обновит воздух в мансарде. Со стороны комнаты прибор скрывает накладка. Из Щелково приехал шкаф. Осталось собрать. Внутри много полок и большой отсек для верхней одежды. На все мансардные окна крепим шторы и блэкаут. Мебель для кабинета изготовили нам в Павловском посаде. Каркас из тонкой профильной трубы, полки, ящики и столешница в выразительном шпоне ореха. Вместо стула кресло с подлокотниками. Мягкое и удобное. Вот так я обычно делаю, когда мне нужно чуть-чуть рассредоточить. И мысли как-то, ну... Ну, наша героиня любит посидеть за компьютером. Как раз для этого здесь и нужен такой столик. Да. Ну, может, и она покрутится. Ноутбук здесь поместится, да. Есть розетки. Даже для кабеля интернета здесь заведен у нас разъем. Плюс еще, опять же, мансардное окно здесь дает прекрасное освещение. Мне напоминает этот стиль лофт. И темные оттенки тоже появляются деревянные. Ну, хотелось как раз зону кабинета сделать построже и чуть-чуть выделить. Я еще обратил внимание сейчас, над радиатором у нас же появился вот этот загадочный белый ящик. Рекуператор. Поскольку у нас во всех стенах присутствует большое количество утеплителя, то вот такое устройство здесь очень даже уместно. Это дополнительная вентиляция, несколько режимов. Можно не открывать окна, а управлять подачей воздуха в помещение с помощью пульта. Вот. Это самый мощный режим. Это вообще очень удобно. Почти не слышно. О хранении мы растворили. Белые фасады шкафа и только темные аккуратные ручки напоминают о том, что здесь много места для хранения. Да, шкаф большой, удобный. Да. И здесь, вот посмотрите, да, вся мебель подстроилась под угол мансарда. Да-да, то есть дверки открываются, ничего не мешает. Здорово. Вообще у наших героев очень много вещей, в том числе раритетных, которые мы в начале программы демонстрировали. У меня есть даже целый чемоданчик, как у Довлатова, который мы можем разобрать и что-то в интерьер подобрать. Вождь краснокожих. Смотри, какой колоритный, а? Ну а что? По-моему, замечательная маска. Я думаю, что она найдет свое достойное место в нашем интерьере. Утюг. Их огромное количество наших героев. Вот один из них. Ну вот насчет утюга я не уверен. Слишком тяжелый, да, для такого интерьера. Да, тяжелый и не очень выразительный. А вот зато вот эта скрипка очень даже хорошо будет смотреться. Что мы будем делать с вот этим большим коробом? Там много пустого места под потолком. Там на втором уровне у нас разместятся кашпо под цветы и вазы. Точно. Предлагаю прямо сейчас заказать их на Озон. И к финалу программа нам их доставит уже. Заходим в приложение. Вот, допустим, вот эту. Стеклянная. Просто прозрачная. Или вот такую. Корзину. Вот эта ваза тоже. Ну да, и вот какого-то такого плана кашпо вполне подойдут. Тут со скидкой все. Отлично. Оформляем доставку курьером. Ну все. Пока предлагаю продолжить передел. Продолжаем. Кроватей будет две, как и просили герои. Матрасы с независимыми блоками пружин. Диван-блюр в обивке из рогожки. Внутри эко-пена. У каждой кровати вместительная тумба. Рисунок на фасадах перекликается с орнаментом ковра из вискозы. Он гипоаллергенный и очень мягкий. Консоль по телевизору с двумя ящиками. Экран диагональю 127 сантиметров. Пульт традиционно прячем в чехол. Идея была в том, чтобы напротив телевизора стоял большой трехметровый диван. На нем спокойно разместятся шесть человек. Он как бы объединяет пространство. Он не раскладывается, к слову сказать? Ну, раскладывать диван здесь, когда мы имеем еще две кровати, наверное, смысла не имеет. Но, тем не менее, удобно, функционально, приятная ткань. Ну и вот наши кровати. Нас ведь герои попросили о раздельных спальных местах. Ну да, чтобы не мешать друг другу. И это позволило еще симметрию создать? Да, симметрия у нас поддержана на этой стене полностью. То есть диван, тумбочки, кровати и даже два мансардных окна тоже абсолютно симметричны. А высота достаточная для того, чтобы с комфортом садиться, вставать? Ну да, и чуть-чуть добавили цвета, чтобы интерьер не был уж совсем монохромным. Ну и тут мы имеем ящик для белья, а матрас непосредственно лежит на ламельном дне. Удобно. Матрас средней жесткости, мне кажется, для пожилых людей вообще самое то. Да, я думаю, будет то, что надо. Мне вот что нравится, мы вроде нагрузили мебелью пространство, но все равно оставили много свободного места, да? Ну не то, чтобы нагрузили, скорее заполнили, но места все равно по-прежнему много. И за таким пространством легко ухаживать, держать его в порядке. Мы нашим героям оставим электрошвабру Керхер. Она как раз поможет им все содержать здесь в чистоте. Ну и электрошвабра очень классная. Во-первых, она и моет пол, и собирает мусор одновременно, что очень экономит время. Замечательно. Во-вторых, она беспроводная и посему очень маневренная. Вот, например, под тумбочку я сейчас очень просто заеду, в каждый уголок могу ездить с ней. Хотите попробовать, Максим? Да. Вы первый раз пользуетесь такой, Максим? Да, такой штуки у меня дома нет. Ну могу сказать, что уже уверенно, уже уверенно. Я бы такая... Ой, я думаю, что каждый освоится с ней довольно быстро. Да, да, да. Она весьма проста в использовании. Это точно. Вот эти роликовые щетки, они непрерывно смачиваются чистой водой, а грязная вода скапливается в отдельном баке. Хорошо, что они не смешиваются. Да. Ну и после ее использования достаточно две минуты всего лишь, чтобы пол высох. Ну, приятно, что в нашем интерьере теперь всегда будет чистота. И никто не подскользнется. Тем более. Дополняем санузел необходимыми аксессуарами. Зеркало над раковиной с теплой и холодной регулируемой подсветкой. Организуем полноценную прихожую с ростовым зеркалом, полочкой, крючками и мягкий пуф добавили. Над высоким окном разместим часы с контрастными стрелками и большим циферблатом. На графичном карнизе – воздушные портьеры. Два кресла для долгих разговоров с зимними вечерами. А чашки с чаем можно поставить на столик. Для обедов и ужинов – круглый стол из бука. В креслах нашим героям будет комфортнее, чем на стульях. У дивана встают ажурные журнальные столики. К нам уже спешит курьер. Доставил заказ прямо до калитки. Аккуратно распаковываем. Все вазы и горшки в целости и сохранности. Осталось расставить, как и планировалось на антресоле. Композицию дополним комнатными растениями. Они разрастутся и заполнят все пространство второго уровня. Эти уютные светильники для чтения перед сном. Наши герои сами решат, какие фотографии поместить в рамы. Часть декора из старого интерьера перекочевала в новый. На фоне белоснежных стен смотрится намного эффектнее. Субтитры сделал DimaTorzok В наших современных апартаментах еще и прихожая появилась. Мы уместили, по-моему, все, о чем мечтали наши герои, даже больше, Максим. За этой дверью скрывается полноценный санузел. Здесь целый отсек под кухню мы выделили. Столовая, гостиная, два спальных места, зона отдыха, кабинет и антресоль для декоративных кашпо, цветов, растений. Здесь достаточно важным было именно архитектурное решение, то есть грамотное зонирование. Вот это вот наша перегородка, которая все организует и все в себя вбирает. Да-да-да. Плюс еще и решение по потолку, по стенам. Ну и важно было еще светом не переборщить. И была такая идея, что громоздкая и прямоугольная мебель, она у нас стоит по стенкам. А та мебель, вокруг которой мы ходим, она должна иметь округлые формы. Будь то стол или там журнальные столики. То есть чтобы нам легче было еще и по этому пространству перемещаться. Классный прием. И очень продуманные сценарии по освещению, их здесь много, взять хотя бы вот эти люстры, которые можно переключать по степени теплоты и яркости. Можно включить весь этот светодиодный круг, можно только маленькие споты. Да, современное многофункциональное освещение. Я напомню, что мы вот этой белой большой стеной отсекли часть мансарды. Ну да, у нас осталось еще достаточно приличное помещение, в котором я бы нашим героям рекомендовал сделать кладовую или гардеробную, поскольку в загородном доме всегда необходимы места для хранения. Я надеюсь, наши герои справятся. Но даже если у них недостаточно будет средств, они могут взять кредит и тоже справятся. Но важно в этом деле, и я думаю, вы с этим согласитесь, Максим, хорошо спланировать ремонт. Правильно, потому что ремонт требует приличных вложений. Но для этого специально в приложении Сбербанк Онлайн есть сервис, называется он «Кредитный потенциал». Там можно быстро и легко оформить заявку и узнать сумму кредита, на которую можно получить одобрение. Ну, достаточно удобно. Да. К тому же сейчас в Сбербанке по кредиту действует сниженная ставка от 4%. Ну, тогда, скорее всего, наши герои смогут этим воспользоваться. Да, и вот все вот это белоснежное перенесут еще и туда. И этаж будет в едином стиле. Класс. Что мне, как дизайнеру, очень приятно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok У меня ореховый букет Здорово А у меня все остальное И от меня Подарок для дачного ответа Я рисовала сама Здесь еще на задней стороне приглашение Чтобы вы о нас не забывали Что в любое время Мы вас ждем в гости Спасибо вам большое Вы волнуетесь сейчас? Я предлагаю развеять и посмотреть новый интерьер Готовы? Пойдемте Добро пожаловать в вашу новую мансарду Вау Ой, что? Что классно? Я не знаю вообще Это совсем другой мир Это другой мир Ох, ну какое хорошее Ну как, ну пап, ты понял, да? Это для всех Особо одаренных Это другая совершенно жизнь А окон-то наделали Раз, два, три, четыре Мам, ну приоткрою окно Пять или где-то еще? А, вон там Ну да, пойдемте Пойдем, Валя Я еще вообще Ух ты! Это называется сбывай с мечтами Это да Необыкновенно Классно Все правильно Проверяйте Все работает Как здорово Он у вас буквально как парящий трон Он установлен к стене Да, я уже сейчас вот как Высмотрела И стиральную машину тут Будешь приходить к бабушке пить чай Ну да, суши Ага, палатин сушитель Горячий Садись Необыкновенная красота Я не знаю вообще Для того, чтобы это все сделать Столько нужно любви Видишь? Такая плита у тебя будет Подожди, я посмотрю У вас стоит система глубокой очистки воды Это питьевая вода И смеситель с проточной водой Хватит вам поверхности Да, это достаточно Ну что вы Я думаю для нас Для всех на двоих Да еще наших всех Накормим и на пол Мама, ящики как-то и хотела, да? Да, да, да Когда начинаешь их вытирать Чтобы ни за что не цепляться Ой, не хватит Боже мой Вот это тоже стена Полна загадок Полна загадок Найти только, как открываются А это открывается? Открывайте, открывайте Вам понравится это Всем хозяйкам это почему-то очень нравится Это очень круто Еще бы Для нас это так здорово Целый холодильник Ооо, да, на всю большую себе На всю большую Мне кажется, они у вас будут зависать теперь Да это без сомнений Да, молодцы А это для загара? Это для загара Соляринг Покушай Если что, есть специальный пульт Который поможет вам регулировать цвета Вот, например, можно теплый включить Можно холодный Можно вечерний такой приглушенный Это сколько надо иметь доброго в душе Денег Встанешь ни за что Отлично Будешь там цепляться за края Чтобы подняться Отлично Отлично Раздеваться-то надо Для уборки Крутя Здесь у вас гардеробная Ну, электрошвабра А это моя рабочая зона А это вы угадали Спасибо вам большое Так, что-то здесь теплое меня греет Что-то теплое Даже не заметила, как красиво Слушайте, вот это как Система хороша Боже мой Она в полный руль Ух ты Так стало комфортно Ну и вообще, да Вы, по-моему, выше стало Потолок точно стал выше Ух ты, а часы-то какие И ходят даже Садитесь в бою Присядьте Кремлевские часы Садись Ой, Николай Вот так вот Вы теперь проводите Сидеть, смотреть в окошко И попивать чуек Светлое все Для души это, мне кажется, сейчас самое-самое Светлая жизнь Цвета легли на душу однозначно Светлый пол Светлые стены То, что здесь есть возможность готовить Еще и плюсом И хранить Хранить все припасы и заготовки Это вам тоже низкий поклон Необыкновенный подарок Подарок тот, который нам продлит Наши счастливые Настоящие Это получилась квартира, не квартира, а домик Хороший И самое главное Что здесь все есть Вот о чем мы думали Вы все это сделали Я уже прям представляю Как будет какой-нибудь чемпионат По биатлону И папа тут будет сидеть Ну, давай И я с удовольствием С детьми мы присоединимся К нему и будем смотреть Прям все уже тоже представляют Какие фотографии мы здоровские Сюда можем повесить Для мамы сделали стол За которым она будет сидеть И писать свои рефераты Я знаю, что-то печатать Или там оформлять Что-то Очень здорово Большой прям вот низкий поклон За то, что вы сделали санузел Очень удобно Я Александрович, у вас после переделки Начинается новый жизненный этап И мы вас с ним поздравляем И дарим промокод от Озон Ух ты Да Заказывайте все для обустройства дома Посуду, постельное белье Все, что угодно К тому же сейчас идет суперраспродажа Скидки до 70% До 20 февраля будет выгодно Спасибо Спасибо большое Вы из своего кабинета будете заказывать Все, что угодно Да, закажу без вопросов Ника, ну а тебе вот такого домового Ози Пусть он тоже тебя радует Будешь с ним здесь веселиться Субтитры сделал DimaTorzok